Я предлагаю всем людям извиниться перед коллекторами и перестать больше ерундой хватит заниматься, если вам свобода дорога. Давайте лучше все сейчас соберемся и начнем платить банки и коллекторам, иначе нам кирдык. Смотрите, какие серьезные люди на той стороне. Здравствуйте, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания ЛЯМ. Сегодня, знаете, интересный ролик, рекомендую всем его посмотреть, он не длинный. Я тут хочу обратиться к вам за помощью, а может быть за содействием. Многие из вас спят и видят, как бы напрямую, ладно, не позвонить, не поговорить с коллектором, а напрямую написать ему. И вот нам с вами такой случай предоставился. Помните, как-то давно, может быть больше года назад, я выходил в эфир, те, кто давно на моем канале, помнят эту историю, когда ко мне, мне на мой сотовый, начал звонить коллектор каждый день. Именно ко мне, именно пытаясь меня подгрузить правовыми нормами. И бредил вот эти вот, ну, истории, вспоминайте, срок исковой давности 10 лет, мы через 10 лет дождемся, когда у вас пенсия начнется, и будем вас с пенсии взыскивать, вам не на что будет жить и так далее. Ну, вот этот бред бредовый. Теперь у меня на один из моих роликов поступил комментарий. Сразу говорю, я вам выложу в описании ролика ссылку на этот ролик. Я прикрепил этот комментарий специально, чтобы он никуда вниз не опускался. Я пообщался с этим персонажем в переписке. Я вас заверяю. Не торопитесь, подождите, я скажу свою позицию, а потом уже вы будете ему писать. Естественно, вы будете ему, друзья мои, писать. Я прочитаю сейчас то, что он мне написал, потом мы быстренько это все к общему знаменателю приведем. Вот, смотрите. Ролик, чтобы вы понимали, называется... Ну, не беспокойтесь, я выложу ссылочку на этот ролик в описании. Ну, так или иначе, руссколлектор, заткнись и слушай животное. Ну, и там, как не платить кредит, да? Ролик от 25 октября 2017 года. И вот такой там комментарий пошел первый. Смотрите, я читаю, значит, комментарий от Демонатко, The Reklamer. Ну, у него ни одного подписчика. Кстати говоря, кто умеет, я знаю, что все аккаунты, то есть человек, кто может писать комментарии? Тот, кто зарегистрировался на YouTube. Естественно, имеет аккаунт. А раз имеет аккаунт, то должен быть адрес Gmail. Я не заморачивался. Я знаю, кто-то из вас продвинутый, вы наверняка почту его найдете, на которую зарегистрировано Gmail. Конечно, не факт, что он ее читает тоже постоянно. Но мы можем ему написать в этих комментариях. Именно в ответе, друзья, подчеркиваю, не надо писать новый комментарий. Пишите ему ответить. Вот вы смотрите, будут ваши друзья, наши подписчики писать. Вы им прямо ему тоже пишите. Нажимайте под комментарием слово ответить. Вот он написал, вы прочитали и тут же нажимаете буковку ответить и пишите то, что вы считаете необходимым написать ему. Демонатка, ну демон, он себя демоном считает, наверное. The Reclamer. Давайте почитаем этого демона. Итак, пишет он мне. Первое. Дмитрий Мошенник, тут это вы. Вы дурите своим клиентам головы, обещаете защиту, а в итоге просто укрываете их от закона. Не даете ему слышать законные требования взыскателей. Законные требования взыскателей. А помните, да, законные требования, самые распространенные? Займите уродственникам, перекредитуйтесь, отдайте деньги, не покупайте хлеб, не покупайте лекарства, отдайте деньги в банк, украдите деньги, договоритесь с кем-то. Законные требования. Люди, ваши клиенты, какое-то время действительно думают, что все в порядке, им возвращать чужие деньги больше никому не нужно. Во-первых, да, вот про чужие деньги, роликов очень много. Какие деньги ты чудо имеешь в виду? Я сейчас к тебе обращаюсь. Демонатка, ну так тебя зовут, демонатка. Какие деньги? Кто дал денег? Ага, дальше. Больше возвращать не нужно никому. Ведь они поставили на вас переадресацию входящих звонков, а в итоге они все равно возвращают деньги, возвращают в разы больше, друзья мои, в разы больше вы будете возвращать все-таки. Потому что вот этот демонатка так сказал, а точнее ему так сказали, а он до такой степени безмозглой чмо, что он даже не может проанализировать ситуацию. Но дальше будет намного интереснее. Ребят, намного. Он выделяет это все большими буквами, возвращать в разы больше, типа смотрите, читайте, ибо проценты и штрафы никто не отменял. Ну отменим, в суде-то отменим проценты, штрафы. А то, что вы там себе выговаривать пытаетесь, я понимаю, вы и рисуете эти штрафы, господа банкиры, а там уж тем более коллекторы. Действительно, сколько вы говорите, столько и пишете. Многие, конечно, в это верят. Ну и, конечно, надо учитывать, что там тебе наговорили твои работодатели. И долги должникам никто не прощал и не простит. Ты здесь при чем коллектор сраный? Даже если бы это был действительно настоящий долг, ты здесь при чем кто ты такой прощать взял на себя? Груз прощать. Банки, спасибо вам, говорят, за такие сверхприбыли. Ну он имеет в виду, что банки мне говорят за то, что такие компании, как Алям, затягивают клиентов, клиенты там тормозят, не платят, не платят, потом опять возвращаются к банкирам. Опять возвращаются к банкирам и, естественно, платят еще больше. Я, друзья, те, кто не зарегистрирован на YouTube, чтобы написать комментарий, подсказочку в конце ролика, простите, опросничек выложу в конце ролика, где я мнение, варианты мнений оставлю. И вы, естественно, сможете щелкнуть, даже если вы не зарегистрированы, а просто смотрите ролик без регистрации на YouTube. Вот. Дальше. Он делает пробел. Но морочьте людям головы и дальше. Вам ведь все равно плевать на то, что с ними будет. Закроют их после живительного сеанса вашей защиты на пару годиков по статье 159 УК РФ или статья 177. Друзья, будьте внимательны. Уголовная статья в формате гражданского производства просто на каждом шагу. Ну вот вы штраф не заплатили ГАИ. Ну вот вас остановили там 500 рублей. Готовьтесь. 177-я будет злостного уклонения от кредиторской задолженности. Точно так же можно это и к штрафам предъявить, потому что это бред. Я уже тысячу раз в обращениях своих писал о мертвых статьях, разговаривал с вами, пояснения давал обзоры, записывал про эти 177-е статьи. Я ничего не буду говорить. Я единственное скажу, что эта статья инициируется судебным приставом по факту вынесенного судебного решения, если должник злостно уклоняется от уплаты кредиторской задолженности. То есть у него есть деньги, у него есть имущество. Он просто каким-то образом скрывается, уходит от ответственности, обещает приставу и не выполняет свои обещания. Вот что имеется в виду. И то приставу это не совсем нужно. Есть, конечно, приговоры по этой статье, но чаще в сторону юридических лиц, но уж точно не по кредитам. Да еще надо дойти до этой ситуации. Ну а наши клиенты уж точно никогда не влипнут в такую историю. Это можете на моем канале узнать совершенно очевидно. Или закроют, вам плевать. Да и комментарий это тоже можете удалить, ведь он мешает вам дальше нести, извините за выражение, идите и уберите хуйню. Ну он пишет так вот в телефоны коллекторов. И значит он продолжает писать. Так, сейчас я секундочку должен буду открыть этот ролик, чтобы я же с ним еще раз повторяю, переписывался. Вот. И я ему отвечал. То есть чтобы было все по справедливости, да, я буду читать свой ответ ему, и он мне на мой ответ тоже будет отвечать. Ага, вот поехали. Я ему просто тогда подумал, что может какой полоумный залетел на наш канал, и такие бывают, потом начинают вникать и в себя приходят. Ну я ему, ну в этом случае я уже, вот сейчас мой ответ ему на первый комментарий. Ну в этом случае я уже тоже должен давно был присесть вместе с несколькими сотнями наших клиентов. Дяденька, вы дурак? Ну это знаете, известное старое советское кино, где мальчик там к дяденьке вот так вот обращается. Люди более старшего поколения моего возраста знают. Этот фильм прекрасный. Дядя Петя, ты дурак? Эти работы мы уже больше нескольких тысяч обслужили, и люди спокойно себя чувствуют, занимаются своими делами, передвигаются по России, за границу ездят, ну и пользуются той самой финансовой свободой, которую получили с нашей помощью. Я ему так кратенько ответил. Он мне отвечает следующее. Ты давай бред, это толкай в уши лошкам и бабушкам, которым ты морочишь головы. Вы чувствуете, да? Обычно мы так говорим коллекторам. И мы правы. Клиенты твои благополучно приседают. Он имеет в виду, что моих клиентов садят в тюрьму. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Благодаря тебе, и в отличие от тебя, только вот подобное ты никогда не покажешь, ибо ты всего лишь безнаказанный петушок-кукаретик на телефоне, который 50 раз звонит в агентство, после чего в лучшем случае один разговор из полусотни выкладывает в интернет. Чувак, это вы нам звоните. Вы, ущербные личности, звоните, а я просто отвечаю. Плюс люди мне присылают кучу-прикучу информации. То есть записи видеороликов. У меня очередь, просто у меня на данный момент из записанных, присланных, но не опубликованных роликов только от подписчиков, ну я не ошибусь, наверное, две сотни записей, не, больше, наверное. Дело в том, что не всегда хватает время прослушать, а присылают иногда, ну, откровенно, неинтересные ролики. Просто где люди впервые начали, благодаря нам, общаться с коллекторами. Ну там драйва нет, он неинтересен, этот ролик, допустим, в канал, выкладывать его, и, естественно, мы этого не делаем. Но у меня их, ну, я выкладываю из десяти, может, один ролик, это от наших подписчиков, которым мы считаем необходимым. Ну и свои я, естественно, тоже даже отфильтровываю, переслушиваю их, коротыши не выкладываю, потом делаю из них подборочки, такие, знаете, до минуты, до двух минут. Вот. А то, что ты говоришь, что я сам звоню, ну, ты что нанесешь, чувак? Ты вообще мозги включай, научись, если они у тебя есть. И уже отмерли давным-давно. Ну, то есть, один ролик из 50, то есть, я сижу, звоню, и вот меня везде, как он утверждает, просто нагибают, и я только один какой-нибудь ролик выкладываю, ну, более или менее нормальный. Друзья, кстати, это вам судить. Один, он выделил еще это дело, один, написал цифру один в скобках, один крупным шрифтом, ну, то есть, имею в виду, разговор из полусотни выкладывает в интернет. Мол, посмотрите, как я крут и всесилен, стажера-коллектора взял и слопал. Ну, подумаешь, меня до этого 49 раз сожрали. Я бы не буду просто комментировать про стажера-коллектора. Они говорят, да они все там у вас главные, старший главный ведущий специалист. Хоть один бы раз кто-нибудь сказал, что я стажер-коллектор. Все вы там главные и старшие. Мне интересно, ну, ладно, дальше мы это все будем рассуждать на этот день. И ни за что не покажу, пойми, и ни за что не покажу. Ни-ни, ведь это не важно для рекламы. Ведь правда? Он меня спрашивает. Ведь правда? Нет, не правда, придурок. Нет таких роликов, где меня раздавили ваши полудурки. Не родился еще такой коллектор, который может меня переубедить в моей позиции. И многих-многих моих слушателей, подписчиков и единомышленников. Не родился еще, и ты себя к таким не причисляешь. Да и никогда не родиться. Потому что суть коллектора, это инженерное сооружение, как пишут мои подписчики, по которым стекают фекалии. Вот. Именно, понимаете, не сборник, куда они потом собираются, а вот самое основное. Вот. Самый цинус по коллекторам стекает. Понимаешь? Так, к тебе обращаюсь. Демонатку. Дальше читаем. А ты думал, демонатка, я сейчас сдуюсь, да? Нет, дружок, готовься к сюрпризам. Так, читаем дальше. Объясняю один раз для полностью тупых. Ты, по сути, ничего не делаешь. И никого не защищаешь. Ты плут и самозванец. Ну, знаете, по статистике, я сейчас не буду на себе рубашку рвать, да? 80% моих клиентов вообще остаются без официальной претензии. То есть банк после нашей работы досудебной вообще не подает в суд. Ну, потому что считает, что это бессмысленно. Вот такая вот есть у нас история. Но я об этом тоже много раз говорил и буду еще говорить. Это кратенько. В конце концов, твоих должников отлавливают, внимание, друзья, и судят, присуживая им огромную сумму. Отлавливают слово. Отлавливают. Отлавливают, друзья, нас с вами с очком, с сетями, омутом отлавливают, спецназом. А, теми, выездными группами отлавливают нас с вами. Что-то дебилом каким надо быть, чтобы вообще вот это писать. И судят, присуживаем огромные суммы затянувшихся просрочек плюс статьи 177 и 159. Одновременно, наверное. Чувак. Вдогонку, чтобы знали, знали, как вводить в заблуждение банки. Красавец. Чтобы знали, как вводить в заблуждение банки. Знать будешь, посиди два года в тюрьме. Будешь знать, а потом еще отдай 3 миллиарда рублей, которых тебе не давали. А ты в это время благополучно стрижешь деньги с очередной обоймы петухов, друзья, это он к вам обращается уже, извините. Я читаю, как есть. Которые думают, что могут вот так запросто забрать чужое и потом никогда не отдавать. Слушай, чувак, если по понятиям, ты так уже бы подлип, вот за это одно слово, назвав людей, которые даже не знают, вот этим поганым прозвищем. Но поверь, я уверен, что тебе кучу адресов скинут и попросят у тебя свой адрес скинуть. А ты, собака, этого не сделаешь. Ты засышь. Вот если с тобой по понятиям разговаривать, как ты тут... Ты вообще понимаешь, какой ты термин употребил? Ты назвал людей, неизвестных тебе во всеуслышание, петухами. Ты вообще головой думать умеешь? Или ты есть чем думать? Мне так кажется, что тебя, скорее всего, найдут. Найдут. Но это лишь иллюзия защиты, ибо беззаконие и ложь не могут быть защитой априори. Так ты это к себе отнеси. К твоей братья и вот этой. Беззаконие и ложь не могут быть вообще оправданием каких-то действий. Это вот к тебе относится. Чудо ты. Бестолковое. Слово априори. Написал. Зачем ты это написал? Это лишь агония в ожидании неизбежного и очень-очень печального финала. Да ты Достоевский, чувак. В тебе писатель умер. Делает пробел. Вам просто повезло, что ваши откровенно мошеннические действия и поощрение массовых нарушений кредитных договоров, одобрение воровства чужих денег, хамство и плутовство самозванца на данный момент не попадают ни под одну статью УК РФ. Да, правильно, да. И что нормальные, законные вещи делаем. Вот и все. Поэтому и не попадают, а твои попадают. Под очень многие статьи. И под 163-ю вымогательство. Попадают, да. Очень сильно попадают, чувак. Но это лишь вопрос времени. Антиколлектор недоделанный. Но если я недоделанный, как бы я не хотел, чтобы ты попался к доделанному антиколлектору. Тьфу, бля. Но тут уже не Достоевский. Никчемный позер. И плут. Вот ты кто. Ну я ему в ответ пишу. Действительно дурак. Все, больше ничего. То есть, что с ним писаться? Он мне опять пишет длинную тираду. И это все, что ты можешь ответить? Ну да, комментарии. Это же не телефонный разговор. Да что тебе еще отвечать? Вот я тебе отвечаю. По-честному. Ну ладно, дальше. Ну да, комментарии. Это же не телефонный разговор. Где ты можешь просто матом и хамством, сама рекламным опломбом, перебить любое неудобное тебе течение дискуссии. Я поржал над тобой в свое время. Ржал так, что чуть не подавился микрофоном. Во-первых, жаль, что не подавился ты микрофоном. Микрофон у вас, извиняюсь за выражение, твое еще дерьмецо техническое. И у меня такое ощущение, что вот сейчас складывается, я догадался, вы там собрались на своей планерке, летучке и вместе писали. Вот вся ваша, вот это вот, весь ваш курятник. Кто-то один писал от чьего-то имени. Тут не один человек автор. Здесь несколько вас, друзья мои. Я не знаю, с русской лектором вы, да? Ну, коль ролик от русской лектора. Ту-ду-ду-ду! Поздравляю вас, вы молодцы. Ну, почитайте, что вам напишут. Зато у вас есть шанс не писать в ответ свои адреса, где вы находитесь. Потому что это же не один человек писал, это несколько человек писало. Ну, буквально там, в конкретном исполнении писал один по клавиатуре стукал. Текст придумывал несколько числов. Стиль-то виден, что сейчас вот один кто-то пишет, а потом начинаются термины более или менее интересные с точки зрения филологии. Да, ну ладно, давайте посмотрим дальше вашу писанину. Про микрофон, да? Ржал над тем, как ты увиливаешь от неудобных вопросов с подковыркой. Ржал над тем, как ты орешь матом каждый раз, когда тебя загнали в угол. Бывает, да, я эмоции проявляю. Меня вы тоже бесите. Сильно бесите. Я просто ненавижу, да, даже когда от имени другого человека. Мне вот это вот... Ну, я же обычный человек, мне иногда эмоции перехватывают. Но людям нравится, жестяк нравится. Ну, если ты будешь честным, хотя бы по отношению к себе, ты знаешь, что я совершенно спокойно не сдерживаю эмоции и продолжаю глумиться над вами, когда вы там прям пламенем гадите. Людям нравится, мне ассортимент на канале нужен. Канал очень хороший, рекламный продукт. Очень много клиентов заходит к нам из канала, с ютубовского. Так что уж, это ассортимент, это маркетинг, чувак. Ты, наверное, не догадывался. Вот. Каждый раз, когда тебя загнали в угол, жал на тем, как ты трясешь своими антиколлекторскими штампами в клише, которые никакой юридической силы не имеют. Типа коллекторы незаконные, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я никогда так не говорю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я конкретно аргументирую. Куковику тоже никогда не говорю. ФЗ-230. Это, видимо, не для тебя, для меня. Но он вообще регламентирует действия вас в формате взаимодействия с должниками. Для этого 230-й федеральный закон существует. Он регулирует, регулирует ваши действия коллектора с действиями в общении, взаимодействии с должниками. И запомни, я всегда говорю, как только вы начинаете звонить должнику, не убедившись, что у него есть уведомление официальное на бумаге от кредитора, что появились третьи лица, вы никто и звать вас никак. Понятно? Вот и все, чувак. Это 9-я статья 230-го федерального закона. Кредитор обязан в течение 30 дней уведомить должника официально уведомить. СМС-ки это лажа. Человек не обязан иметь сотовый телефон. Ну просто не обязан. Нет в законе такого регламента, что человек, являясь клиентом либо заемщиком банка, обязан иметь сотовый телефон и читать СМС-ки. Также человек не обязан иметь электронную почту. Не обязывает его эта ситуация. Поэтому ваши уведомления, которые вы отправляете, а не банки, под видом банкиров, во-первых, они незаконны, а во-вторых, они не имеют той самой юридической силы, о которой ты говоришь сейчас. Только письмом через почту России либо курьером, где будет подпись, что человек получил это уведомление и теперь знает, что интересы банка представляет шараж-монтаж контора под названием, не знаю, ну допустим, руссколлектор. Далее это законно должно быть. Человек не обязан с вами все равно взаимодействовать. В том же 230-м федеральном законе он может отказаться от устного общения и предложить переговорный процесс продолжать в письменном формате. Ничего в этом незаконного нет. А уж тем более психологическое давление, которое вы оказываете, утверждая, что детей заберет служба опеки, вы позвоните родственникам и так далее и тому подобное, это вообще рядом не стояло ни с каким законом. Наверное, даже в самом малоразвитом государстве это незаконно бы считалось. Ладно. А знаешь, что меня больше всего рассмешило? Давай посмотрим. То, что ты так и не выложил наш разговор сюда. Хотя, с таким слабым базаром, как у тебя, это неудивительно. Знаете, бывают, я не выкладываю разговоры, которые не считаю нужным. Но они действительно могут просто, где коллектор слился, это раз, хрипы, это два. Знаете, вот хрипит, его не слышно. Бывает, со всеми выкладываю хорошие разговоры с хрипами, со всякими, когда у них кастрюля на башке надета, связь плохая. Но если уж очень драйвовый, я выкладываю. Но если, понимаете, разговор с коллектором, который бы я не выложил, и он был бы хороший, но такого быть не может. Либо я еще до сих пор не выложил. У меня где-то моих личных разговоров лежит, ждет своей очереди, ну, порядка 50. Вот так вот. Может, еще и придет время хороший разговор выложить. И почему это тебя так сильно насмешило, я не знаю. Хотя, с таким слабым базаром, как у тебя, это и неудивительно. Вы чувствуете уже другие фразы, да? А пломб, априори, а теперь слабый базар. Точно там компашка сидит. Только неуверенны в себе нубов сливать гораст. А на матерых коллекторов тебе лучше не попадаться. Бессоли сожрут и не заметят. Чувак, ну позвони мне, поговорим. Вот мои контакты все есть, меня найти элементарно. Напиши мне на почту, со своей почты. Мы с тобой найдем способ поговорить и даже, может быть, друг другу хамить не будем. А потом выложим это в YouTube и пускай все послушают. Окей? Вот тебе мой вызов. Почту ты мою знаешь, она есть в описании. Напиши свой телефон, я тебе позвоню. Либо ты мне позвони. Не, я тебе не буду звонить, что деньги тратить. Ты мне позвони. Ты найдешь мой телефон, если тебе надо будет. Вот кому надо находят. Так. А кто такие нубы? Это ваше там это слабое звено среди вас? Я представляю, вот если мне звонят и мы выкладываем каких-то матерых, по-твоему, что там у вас не матерых? Вообще, наверное, каким-нибудь синдромом с каким-нибудь нехорошим, да, ребята? Кстати, да. Проорал слогов переговоров с тобой, телефонный самозванец и комментариев, которые оставляют сотрудники, например, вот таких. И он тут, ну, я не знаю, что он пишет, ну, я не знаю, что это, в кавычках, да, М, запятая, мат, запятая, пьяный, несет бред. Следующее. М, запятая, пьяный, неадекват. А, это у них, когда после нашего разговора, им же там, ну, должны какие-то, все, дошло до меня. Они комментарии какие-то оставляют после того, как поговорят с должником. Вот они, что пишут. М, он на алгоритмах работы вскроет, интересно. М, мат, пьяный, несет бред. М, пьяный, неадекват. М, маты, хамство, негатив. М, монолог, маты, несет бред. М, маты, занимает линию. М, маты, представляется Валентина Ивановна, угрозы, хамство, отказ от платежа. Вот так они там, комментарии. Больше, на большее у них ничего нет возможности. А им, понимаете, а им опять падает, вот он сидит, смотрит эти комментарии, а ему надо опять набирать этого человека. А он, м, мат, пьяный, несет бред. Хамит, блин, а звонить-то надо. Сейчас, бюк, набирает. Да, ну давай, вот я снял штаны, поворачиваюсь тебе, давай, меня имей. Вот вы кто. И звать вас никак. Ладно, дальше. Заканчивает он этот комментарий свой, ответ. Особенно, в Штырили, первый и последний. В Штырили, теперь уже там другой кто-то диктует. Либо они там, как вот в мультфильме про кота Матроскина, когда они там по очереди это письмо писали, помните, да? От дяди Федора и его родителям. Ну вот, это тоже, наверное, один отойдет на переговоры, другой пишет. Или они там, давайте, вы там, каждый от себя чуть-чуть напишите, мы создадим ему ответ. Вы молодцы, чуваки. Особенно, Штырили, первый и последний. Ха-ха-ха-ха. Так вот он пишет. До сих пор запомнил этот лол. Валентина Ивановна, когда кто-то там представлялся им. Сказочный долбоеб, ты, а не антиколлектор. О-а-ся. О-а-ся. Вот так он написал в конце. Ну, я не знаю, что это имеется в виду. Ну, тут я решил немножко побольше написать. Ой, простите, это я, это я сейчас ему отвечаю. Ой, простите, это я с дуру стал дерзить вам, уважаемый Громозека. Ну, Громозека, это Третья планета, там мультфильм есть, там такой неудачник, инопланетный был, который летал, везде не успевал, и думал, что он всех может победить, и у него из глаз такие карандаши вылезали. Ну, это положительный был вообще-то, герой, просто имя, название такое смешное. Ну, он так вот, всегда в последнюю очередь прибегал, махал, как говорится, после драки кулаками, ну, бесполезно было. Кто смотрел старый советский мультфильм, Тайна Третья планета, меня поймет. Все ролики фейковые, я отвечаю ему, все полторы тысячи, ну, это на тот случай, если он думает, что мы там лажу записываем на этом канале, все до одного, просто я не ожидал, что появится такой проницательный сотрудник всех на свете банков, и раскусит меня и мою компанию Аля. Виноват, молодой, исправлюсь. Еще раз извините, в самое ближайшее время запишу обращение к посетителям канала, и ссылку на этот ваш комментарий дам, пусть люди тоже извиняются, перед вами. Друзья, извинитесь перед ним, винитесь перед ним, винитесь перед ним, винитесь перед ним, винитесь перед ним, мы все неправы. Коллекторы, это вообще кладезь закона, это вот образец, образец правильной жизни. Именно так надо существовать. Как, вот, обращаясь к молодому поколению, вот у вас, если ребенок родился, воспитывайте его так, чтобы он стал коллектором, обязательно, чтобы боролся за интересы банков, расставщиков, чтобы сам всем в долг давал под большие проценты, и звонил родителям, бабушкам, дедушкам, унижал, оскорблял тоже, вот обязательно. И верх успеха в жизни, это открыть коллекторское агентство, но это даже круче, чем стать президентом. Извини, дорогой коллектор. Так, вот я записываю, кстати, это обращение на ваш комментарий, дам ссылочку, естественно, людям в описании ролика будет, вот этого ролика, будет ссылочка на вот этот ролик, где комментарий этот закреплен, и я предлагаю всем людям извиниться перед коллекторами и перестать больше, вот ерундой хватит заниматься, если вам свобода дорога, давайте лучше все сейчас соберемся и какой-то там, не знаю, начнем платить в банке и коллекторам, иначе нам кирдык. Смотрите, какие серьезные люди на той стороне. Да, кстати, отписывайтесь все, друзья, отписывайтесь до одного, ну его нафиг, я, наверное, тоже канал закрою, что-то стыдно мне стало, правда? Чувак, молодец, за самые нотки зацепил, вскрыл мою личину. Еще раз, с дрожащими коленями и ведь в слезах от отчаяния приношу свой пардон. Вот так я написал ему. Я надеюсь на ваше благоразумие, уважаемые друзья, подписчики, гости канала. Пожалуйста, образумьтесь. Вам что, свобода недорога? Извинитесь перед коллектором. Ссылочка на ролик с этим вот комментарием от этого великого человека в описании ролика есть. Нажимаете слово ответить и пишите все, что вы думаете. Только не пишите ничего плохого, только извинения. Он мне в ответ пишет, что еще за беспомощные истерики, Господи! Так написал. И он еще называет себя чьим-то защитником, юристом, мать его, стыд и срам, сам себя защитить не может. Его просто походя палочкой потыкали, так он и тут не танканул. Не знаю таких терминов, не танканул. Он что, действительно понял? Что-то я извинялся перед ним. Тяжело, небось, без мозгов. Да? Чувак. Думи. До. До. Домонатка. Впрочем, ладно. Твой трубослив засчитан. Спасибо я на этом. Отмечу лишь, что сливаться ты научился хорошо и в комментариях прямо сам себя на световые годы превзошел. Серьезно. Я поговорив с тобой на линии вначале так, слово не буду называть плохое, что грешным делом подумал, что ниже этого уровня твоего хорошо, что-то в кавычках поставил действительно в контексте моего, а так все подумали, что твоего. Падать просто некуда. Но затем, увидев твою истеричную эмо-беспомощность в комментах, понял, что, оказывается, есть куда. Писать что-либо дальше лень, дури головы придуркам дальше, плут, все равно все платят раньше или позже. А я скажу одну простую вещь. Друзья, включайте мозги, не уподобляйтесь этим безмозглым тварям и пишите им, пишите. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алян. Ссылочка на наш сайт есть в описании ролика. На сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании Алян. Если вам нужна юридическая защита грамотных специалистов, если вам надоело платить коллекторам, банкирам и тому подобное шуши, пожалуйста, а посмотрите видео на сайте, ссылочка в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Оставляйте заявку, будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Так, всего вам хорошего, друзья, счастья и здоровья, финансового благополучия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова